Первый канал и компания «Телеформат» представляют. В тот день детектив Насонов заехал в гаражный кооператив к своему давнему клиенту. Обсудив с ним небольшое дело, детектив отправился к себе в агентство. Проезжая мимо одного из гаражей, Насонов заметил, что оттуда болят клубы дыма. Из-за дверей был слышен звук заведенного автомобиля. В гараже стояла машина с работающим двигателем. Двери ее были заперты. За рулем машины сидел человек. Он был без сознания. Давай, давай, вставай, вставай, вылезай отсюда. Вставай. Осторожно, давай сюда. На, удержи, давай, пей. Тебе сейчас жидкости много пить надо. Хорошо, что в машине вода есть. А вы знаете, я ведь специально в гараже заперся и двигатель завел. Да я уж понял, что жизнь достала. Ну да, вроде того. Слушай, может, скоро у тебя вызвать? Нет, не надо. Мне кажется, ну, стыдно как-то. Что случилось-то у тебя? Представляете, ничего. Просто я вдруг понял, что я по жизни банкрот. Во всем банкрот. Слушай, ехать мне пора. Ты же не будешь повторять свои попытки? Честно, у меня такое состояние, что я не знаю даже. Не знаю. Ну ладно, давай залезай, я тебя до дома довезу. Давай, давай. А вы, значит, говорите, частный детектив. Ну да. Интересная у вас профессия. А я, знаете, занимаюсь бизнесом. У меня свое дело, у меня доля в нескольких предприятиях, акции. Очень трудно, но доход оправдывает все. Ну и как же так? Вы удачили предприниматель? Докатились до попытки самоубийства. Ну это все нервы. Нервы и большие нагрузки. А вот это ваша жена, да? Да, это Таня. Вы просите, конечно, это вот все ее кольца, да? Погодите, а что это? Кольца? Это не Танины кольца? У нее нет таких колец? Наверняка подарил ей их и любовник. Вот почему я хотел угореть в гараже. Я вас очень прошу, мне нужно точно знать, она изменяет мне или нет. Ну, знаете, это не профиль нашего агентства. Ну, я вас очень прошу, я вас умоляю. Ну, займитесь своим делом. Я хорошо заплачу. Ну, хорошо. Сейчас я вызову своих помощников. Федор? Насонов рассказал своим помощникам о новом деле. Да, хорошо, я понял. А скажите адрес, где вы находитесь. Мы сейчас подъедем. Ага, хорошо. Алексей Викторович? Ага. Что он сказал? Он говорит, что спас какого-то парня от самоубийства. И сейчас он находится в таком состоянии, что Алексей Викторович просто не может его оставить одного. И они находятся у этого Ябузова дома. А зачем ему прослушка и вообще весь этот набор? Ему прежде всего нужны мы. Ну, а технические средства тоже. А, ну, это да. Слушай, а может быть расскажешь все-таки, что случилось там? Короче говоря, этот Ябузов подозревает свою жену в измене. Ну, что и стало одной из причин для самоубийства. Ну, знаешь, если все мужчины, которым изменяют их жены, кончали бы жить самоубийством, население бы сократилось, ну, как минимум на треть. Ну, видимо, подозрение в измене жены – это одна из причин. Наверное, есть какие-то другие. А что вызвало подозрение? Он что, видел жену с каким-то подозрительным типом или что? Да в том-то и дело, что нет. Эти подозрения косвенные. Да, кстати, только что на квартире этого Ябузова Алексей Викторович обнаружил целую кучу золотых колец, которые, видимо, принадлежат жене этого Ябузова. Ну, из-за этого следует, что его жена очень любит золото, да? Так, если ты будешь продолжать мне мешать, я обязательно что-нибудь забуду. Не забудь запасной аккумулятор. Спасибо. Ну, вот эти кольца за фотографией, которые спрятаны, они сами по себе ничего не доказывают. Ну, странно то, что они разного размера. В смысле? Ну, одно маленькое, другое большое. Спочка вообще мужская. Тогда можно предположить, что эти вещи кто-то Татьяне оставил на хранение. Ну, или расплатился за хорошо проведенное время. Что за глупости такие ты говоришь? Ну, зачем ей это нужно? Ну, ведь у нее богатый муж, зачем ей принимать дорогие подарки? Значит, насчет колец действуем, как договорились. А о том, что мы увидели кольца Татьяне ни слова. Пусть они остаются там, где они и были. Хорошо? Конечно. Еще у меня к вам такая просьба. Вот это вот, скрытый микрофон. Я прошу вас, установить вашей жене в сумку. Лучше всего это делать в ручке, там дешев. Понимаете? Да, я воткну, как вы говорите. И что, вы будете видеть все, что здесь происходит? Ну да, иначе профессиональное наблюдение за вашей женой невозможно. И про микрофон, пожалуйста, не забудьте. Хорошо. Где искать его жену, Глеб не знал. Детективы решили дождаться возвращения Татьяны около дома. А он не сказал, во сколько Татьяна вообще обычно домой возвращается? Ну, время разное, но всегда это очень поздно. Федор, послушай, что там в квартире происходит. Сейчас послушаем. Ну, все, все. Сегодня читать не будем. Ну, папа, ну почему? Ну, пожалуйста. Дочь, поздно уже. Спи. Кладут ребенка спать. А дочка даже не интересуется, где мама. Странно. Так, внимание, кто-то едет. Это она. Я остаюсь здесь, послушаю, что она мужу скажет. А вы давайте за машиной за этой выясните, кто ее привез. Хорошо. Федь, прижмись поближе, я ничего не вижу. Номер не видно. Сейчас. Слушай, нет вроде номера-то у него. Точно. Ну, вот черт, а. Слушай, а давай его обгоним, вдруг там впереди есть. Я думаю, там то же самое. Ну, все, тогда он в первый подземный парк нырнет и привет. Так, знаешь чего? Приготовь фотоаппарат. Только аккуратно. Насонов продолжал наблюдение за квартирой Глеба и Татьяны. Привет, Маш, куда она спать уложила? Ну, рассказывай, где ты была? А, где шлялась? Ты время видела? Ты не ори, Машу разбудишь. А ты не говори мне, не ори. Мне не надо говорить таких слов. Ясно тебе? Ты что, родной пиво перепил, что ли? Я тебе ставлю условия. Ты должна быть не позже девяти. Где была еще, расспрашиваю. Ты мне собрался условия ставить? Ничтожество. Что? Что ничтожество? Я? Это за то все, что я для тебя сделал? А ну-ка, стой. Зрень. Зрень. Идентифицировать номер машины помощникам не удалось. Разглядеть водителя тоже. Пришлось придумывать выход из ситуации. Дружище, извини, слушай, подскажи, как попасть на Литейную улицу? Заблудились, не можем найти дорогу никак. Литейную? Да. Смотри, короче, прямо, светофор. На светофоре налево и третий перекресток. Значит, на светофоре третий перекресток. Налево и третий перекресток. Третий перекресток будет Литейной, да? Я понял. Хорошо, спасибо. Давай, не блуди. На утро Насонов пригласил Глеба в свой офис. Вы извините, что пришлось подождать наши дела. Ну что тут, Литей, вы выяснили подобности? Ну, вот смотрите, вот эта машина подвозила Татьяну вчера домой. Я знал! Мразь! Мразь! Я содержу ее, ребенка, всех ее родственников многочисленных, понимаете? А она романчик на стороне завела. Вот тебе благодарность. Кто он такой? Ну, мы его сфотографировали. Личность, знаете, возможно, она понадобится какое-то время. Плевать. Я плачу в пятеро больше обещанного. Ну, вот он. Да это же Серега, ну, Конаков. Вы знаете его? Конечно, знаю. Это мой старый приятель, однокурсник. Мы, правда, давно не виделись, лет уже, наверное, пять. Посмотри-ка, тачка крутая, заматерел. Погодите, это у нее с ним роман? Ну, о романе говорить преждевременно. Мы не видели ни объятий, ни поцелуев. Ваша жена просто выходила из его машины. Я вас очень прошу, пожалуйста, выясните все подробности. Все. Мы постараемся, выясним. Детектив становится свидетелем попытки самоубийства Глеба Ябузова. Ябузов рассказывает, что он удачливый предприниматель, но нервные перегрузки и подозрения в неверности жены довели его до последней черты. Он просит детектива установить наблюдение за его женой Татьяной. Насонов становится свидетелем, как Татьяну подвозят к дому неизвестной на дорогой машине. Детективам удается сфотографировать неизвестного. Им оказывается давний приятель Ябузова Сергей Конаков. Ну что, он его узнал. Ходит в этом нам облегчение. Это некий Сергей Конаков. Ну, замечательно. Все, наша работа, я так понимаю, на этом закончена. Нет, почему? Мы не ответили на главные вопросы об измене Татьяны. А во-вторых, мы ничего не знаем об этом Конакове. И Глеб, кстати, тоже. Ну, как-то не знаем. Вы же говорили, они однокурсники. Да, они были однокурсниками, но это было очень давно. А сейчас о нем никакой информации нет, поэтому надо собирать информацию. Где живет, чем занимается, семейное положение, ну и так далее. Ясно. Да, и продолжаем наблюдать за Татьяной. Глеб сказал, что она сейчас дома, но куда-то собирается. Центр на Садовую, там в ресторан, знаете? Без проблем, Дрис. Друговато. Татьяна приехала в ресторан и провела там больше часа. За ней, изображая праздных посетителей, наблюдали Насонов и Лена. Что-нибудь еще желаете? Да. Пожалуйста, вина еще такого же. И что он тут до утра что-то сидеть собирается, а? Вообще хорошо устроилась. Вчера приятель на серебристом джипе, сегодня по ресторанам. Простите, девушка, мне показалось, вы скучаете. Вам показалось. Да, но вы уже больше часа сидите, дна, и, как я вижу, никого не ждете. Но это не повод навязывать женщине свое общество. Хотите, я угадаю. Вы поссорились с мужем, правильно? Может быть. Ну и что? От меня сбежала жена. И я тоже, как видите, один. Пью. Ну, значит, мы с вами друзья по несчастью. Да, кстати, Виктор. Марина. Очень приятно. Через некоторое время Татьяна и ее новый знакомый Виктор вышли из ресторана. Виктор по-прежнему называл Татьяну Мариной. Виктор, а как вы поведете? Вы же выпивали. Марина, деньги в нашем мире решают все. Никаких проблем. Я боюсь. Такси? А свою машину завтра заберете? Ну, ладно, поехали. Федору пришлось еще немного поработать таксистом. Федор привез Татьяну и ее нового знакомого к жилому дому. Насонов с Леной отправились за машиной Федора. Виктор, а у вас дома точно никого нет? Да никого, Марина. Я же говорю, жена сбежала. Я совершенно один. Квартира свободна, не волнуйся. Заходи, Мариночка, не стесняйся. Алло, Алексей Викторович. Федор проследил, куда вошли Виктор и Татьяна и сообщил номер квартиры Насонову. Детективы немедленно пробили адрес по своей базе данных. Резинансов Виктор Владимирович. 68-го года рождения. И машина, и квартира записаны на него. Еще что-нибудь есть, кроме отгетных данных? Работает на молочном заводе финансовым директором. Обычный человек. В общем-то, не судим, не привлекался, не состоит. Я вот думаю, она называлась Мариной. Ну, конечно. Конспирация, она же замужем. А вот ее моральный облик оставляет желать лучшего. Вот в первом встречном и сразу к нему домой. Еще неизвестно, что будет происходить в квартире. О, ну, тут все очевидно. Да, Мариночка, выпьем. У меня есть замечательный ужин африканский. Ой, ужин африканский. Никогда не пила. Да, выпьем. Виктор, 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 вы торопитесь. Давайте еще выпьем, Виктор. Ну вот, я же говорю. В динамиках раздался шорох одежды и звук женских шагов. По-моему, Таня собирается домой, а голос Виктора я не слышу. Не нравится мне все это. Она, наверное, будет ловить такси, я ее подвезу. А вы поднимитесь в квартиру, проверьте, что там. На зоозерную. Поехали. Слушай, кажется, дверь открыта. Федор и Лена поднялись в квартиру Виктора. Дверь оказалась не запертой. Это я. Да, все в порядке. Нет, нет, лучше сегодня. Когда? Извините, нам сколько ехать? Да минут 20 еще. Давай через 20 минут около моего дома. Договорились? Угу. Есть кто-нибудь? Эй, гражданин. Виктор. Он пьян. Да. Стельку. Да, но в вещах она, судя по всему, не рылась. Обижала так, как будто за ней гнались. Даже дверь не закрыла. Ну, дверь закрывается снаружи, а ключи вот. Да. То есть ей пришлось взять с собой ключи, поэтому квартира открыта. Ну да, нам-то что теперь тут делать? Пойдем? Спасибо. Спасибо вам. Высадив Татьяну, Насонов заметил, что к дому подъезжает машина Сергея Конакова. Ну как ты, родная? Нормально. Все так, без экстасов? Да, он любил, сразу. Держи. Адрес? Луговая, 57, квартира 55. Молодец. Ну что, Глебу при этом не передают? Его там не очень обижай. Угу. Алло, Алексей Викторович, мы осмотрели квартиру Виктора. С ним все в порядке, правда, он совершенно пьян. Нет, из квартиры так, ну, на первый взгляд, ничего не пропало. И все-таки Таня что-то забрала из квартиры Виктора. Сверток, который она передала Конакову, именно оттуда. И еще, она Конакову назвала адрес Виктора. Ага. Хорошо, хорошо. Ну, что он сказал? Сказал, чтобы мы двигались за ними, они сейчас на озерном шоссе. А как быть с Татьяной? Да никак не быть, она сейчас дома. А к тому же шеф считает, что сейчас центральной фигурой становится Конаков. Ну что, Конаков там внутри? А что там такое? Мы можем туда заглянуть? Вряд ли. Похоже, там какая-то мастерская, работает станок. По звуку похож на шлифовальный. Вот они. Не только для дрова, а то поздно. Да, конечно, подвезут, не вопрос. По просьбе Глеба Ябузова детективы следят за его женой Татьяной. Рядом с женщиной замечен некий Сергей Конаков, давний знакомый Глеба, который подвозит Татьяну на своей машине. При этом на следующий день Татьяна знакомится в ресторане с неким Виктором. Виктор приглашает Татьяну к себе домой, и та соглашается. Через некоторое время Татьяна покидает квартиру Виктора, оставив его мертвецки пьяным. После этого Татьяна вновь встречается с Конаковым, причем отдает ему какую-то свертку. Детектив с помощниками проследили за Конаковым до его дома. Когда в его окнах погас свет, детективы вернулись в агентство. Ну что, устала? Почему вы уделяете такое внимание фигуре Конакова? Ну, даже если у них с Татьяной роман. Да нет у них никакого романа, я в этом уверен, в том-то и дело. Да? А что же у них? Пока не знаю. Меня волнует сверток, который она передала Конакову. Вот что у него. Ну, в конце концов, этим нас никто не просил заниматься. Глеб нас попросил узнать, есть ли у него жены, связи на стороне. Мы можем прямо сейчас позвонить и обрадовать его. Есть! Вот это меня и волнует. Понятно же, что у них никакого романа нет. Ну, что за делишки их связывают? Хотел бы я ошибаться. Но я почти уверен, что Конакова и Татьяну связывают какие-то криминальные отношения. Федор пытался собрать хоть какую-то информацию о Сергее Конакове. Ну что, удалось что-нибудь нарыть? Почти ничего. Я не понимаю, Алексей Викторович. Все началось с того, что он спас яблзова от самоубийства. Ябузов попросил его разобраться в том, изменяет ему его жена или не изменяет. Мы разобрались. Скорее всего, изменяет. Причем не с Конаковым, не с бывшим приятелем Ябузова. Ну, это понятно. Но теперь наша миссия – как-то так аккуратно донести до Ябузова эту информацию. Пускай он сам разбирается со своей женой. Наша миссия на этом закончена. Ну, вот Алексей Викторович, видимо, считает, что не закончена. Ой, да. Он чувствует какой-то криминальный характер в отношениях Татьяны и Конакова. Ну, я не помню, чтобы когда-нибудь интуиция подводила Алексея Викторовича. Ладно, все. Приказы начальства не обсуждаются. Что по Конакову? Ну, официально не работает. Хотя, по косвенным данным, деньги у него есть. Ну, вот, происхождение их совершенно неизвестно. Так, а семейное положение у него что? Холост, детей нет. Таинственные личности от Конаков, а? На утро детективы возобновили наблюдение за Сергеем Конаковым. Судя по всему, он направлялся к дому Виктора. Зачем он сюда приехал? Я надеюсь, не чтобы выяснить отношения с Виктором. А что им скандалят? У Конакового с Татьяной близких отношений нет, я уверен. Смотрите, из машины выходит. Давай за ним. Конаков поднялся на этаж, где живет Виктор, и подошел к дверям его квартиры. За дверью Виктора звякнула связка ключей. Кто-то собирался выйти из квартиры. Конаков вышел из подъезда и остановился. Ну и что он ждет? Виктор, вот оно что. Конаков услышал, что кто-то собирается выйти из квартиры и сбежал. Я понял, это были слепки. Татьяна напоила Виктора и сделала слепки с ключей его квартиры. Конаков вчера вечером изготовил дубликаты этих ключей, и сейчас он обворовывает квартиру Виктора. Давай, вызывай милицию и пошли. Так, стоп. Так что стоп? Надо брать же. Брать надо на выходе и с вещами. Давай ты наверх, я вниз. Помочь? Тихо, 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 поломайте. Ты чего, заживем? Стоять! Так, ладно, парни, давайте договоримся. Договоримся? Ну давай договоримся. Я вот обещаю тебе в тюрьму передачки передавать с апельсинами, а ты мне что? Вот бери, бабки в кармане лежат. Ты мне лучше про Таню расскажи. Вы же не одну квартиру так обчистили. Кто инициатор, ты или она? Да, слушайте, парни, я вообще левый пассажир. На самом деле, я только на подхвате, чисто. Это все ее инициатива. Ну, пойдем поговорим. Светя сумку прихватит. Здравствуйте, Таня. Здравствуйте, а вы кто? Вот полюбопытствуйте, пожалуйста. Насонов дал Татьяне прочитать объяснения Конакова, в которых тот утверждал, что главным человеком в их преступной группе была именно Татьяна. Я не понимаю, зачем вам все это нужно? Что нужно? Я не понимаю, вроде бы муж бизнесмен в доме достаток. Зачем вам понадобилось обворовывать чужие квартиры? Таня, какие квартиры? Боже мой, это он вам сказал, что он бизнесмен, да? Молодец. Что у него доля в нескольких предприятиях, да? Что он кормит меня и ребенка. Ну, посмотрите на него. Он уже несколько лет не работает и не приносит дому ни копейки. Если бы не, мы бы с голоду подохли. Это чушь, она врет. Ну, давай, расскажи, расскажи им, как ты крут, давай. А я расскажу, как я стала воровкой. Соучастницей грабителей. Маш, ну не плачь. Будешь себя хорошо вести, я тебе куплю шоколадку, поняла? Маша, шоколадка. Маша. Куплю шоколадку. Господи, Серега, сколько лет, сколько зим. Ничего себе в жизни бы не узнала. Какой стал, машина. Да это ерунда. А это кто у нас? Это Маша. Как вы не знаете. Здравствуй, Маша. Здравствуйте. Меня зовут Дарья Сережа. Когда мы с твоей мамой были большими друзьями. Такую встречу надо отметить, что вы мерзите. Пойдемте, 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 пойдем в машину. Пойдем. Знаешь, я ведь искал тебя тогда. Зря ты-то сбрыкнул, убежал, телефоны поменял. Ты меня обидел? Замужем? Пять лет. А кто муж чем занимается? Да ты его знаешь. Глеб Ябузов. Ябузов? Да. Твой муж. Да он же одноклеточный. Бестолковое, ни к чему непригодное существо. Ну и как ты с ним? А вот видишь, все деньги, что есть в доме. А он лежит на диване и ничего не хочет делать. Да, это на него похоже. Угу. Слушай, я, пожалуй, могу тебе помочь. Нам нужен такой человек, как ты. А что надо будет делать? Я тебе потом объясню. И вы, значит, согласились. А что мне оставалось делать? С голоду подыхать? На панели тебе? То, что предложил Конаков, это плохо, я понимаю. А что мне оставалось делать? Ой. Давай заходи. Давай, Мариночка, выпьем. У меня есть замечательное южноафриканское вино. О, южноафриканское. Никогда не пила. Да, выпьем. Виктор, 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 вы торопитесь. Давайте еще выпьем, Виктор. Виктор, я прошу. За мою маму. Татьяна рассказала, как она знакомилась с одинокими мужчинами, доводила их до состояния крайнего алкогольного опьянения и делала слепки с ключей от их квартир. Мне надо кормить ребенка, в конце концов. Татьяна находится под следствием. С Глебом Ябузовым она развелась. Глеб по-прежнему не работает и живет у родителей. Первый канал и компания «Телеформат» представляют. Утром детектив приехал в гостиницу на встречу с клиентом. Рожков, Николай Алексеевич. Да, очень приятно. Вот, это и есть тот самый Виктор Пронин, о котором я вам рассказывал. Четыре года назад он погиб в авиакатастрофе в вашем районе. И знаете, что интересно? Поиски результаты не дали. Его тело так и не было обнаружено. А три дня назад его якобы видели в вашем городе. А вам он кем приходится? Мне? Никем. Он муж моей начальницы. Ты должен выехать немедленно. Я не могу из-за переговоров. Ляля говорит, что точно видела Витю в этом городе. Послушай, насколько можно? Какая Ляля? Она просто выпила лишним на свадьбе родственников. Вот и померещилась. Ляля моя ближайшая подруга. И она не пьет. Ну и что? Ты жила с этим Викой всего год. А ищешь его уже четыре года. Он разбился. Понимаешь? Разбился. Да, это было недалеко от того места. Но это не повод для бредовых фантазий. Ляля-то мне просто померещилась. Нет, она точно видела его в этом городе. Значит, милиция не все сделала, что могла. Ты должен выехать немедленно. Найти там местного детектива. И держать меня в курсе дела. Ну что ж, постараемся сделать все возможное. А снимок, наверное, давний, да? Знаете, я думаю, лет шесть, не меньше. Но он самый большой и четкий. А вот здесь вот все остальные материалы по розыску. Скажите, сколько вам нужно времени? Ну, знаете, как повезет. Знаете, я у вас в городе еще побуду в командировке несколько дней. А связь держать с вами? Да, разумеется, со мной. Знаете, если ваши поиски не дадут результата, мне надо будет успеть подготовить Екатерину Юрьевну. Да, да, я понимаю. Ну хорошо, до связи. До свидания. Детектив ввел помощников в курс нового дела. Полюбуйтесь. Ну что, симпатичный молодой человек. Можно понять его жену вполне. Ну да. Он работал в фирме, которая занимается лесозаготовками. Они облетали на вертолете район, ну и разбились. Значит, лес они прочесали? Да, лес прочесывали. МЧС подключалось, но результата никакого. Два года назад поиски прекратили, вот здесь все материалы. А кто его жена? А, Екатерина Юрьевна Пронина, владелица фирмы, в которой как раз пропавший и работал. Но клиентка не она? Нет, ее финансовый директор. Ну, работает по ее поручению. Обратился к нам. Недавно подруга Прониной была в нашем городе и вроде бы видела Виктора, выходящего из дома 7 по улице Лесной. Ясно. С чего начнем? Ну, что будем делать? Отправляйся на лесную, поговори с соседями, покажи фотографию. Может, подруга и ошиблась. А я? Лен, ты пробей всех Пронинах, проживающих в нашем городе, но я проверю по криминальным базам и по адресам беру. По заданию детектива помощник опрашивал жителей дома, в котором видели Пронина. Не поможете? В чем? Я из детективного агентства. Вы живете в этом доме? Да-да-да, в этом. Отлично. Мы разыскиваем вот этого человека. Вы знаете, за последние годы, я не помню, что кто-то в армию уходил с нашего дома. А вы представьте, что он в штатском, без формы, на несколько лет старше. Просто у жены других фотографий не оказалось, а он не любил фотографироваться. Вы знаете, вообще, что-то так вот в лице знакомо. А вот где я его могла видеть, вы знаете, уже память. Ну, может быть, не здесь, где-то в другом месте. Стоп. Вы знаете, я могла его видеть в магазине. По утрам там, ну, столботворение. Там как день зарплаты народу столько. Покупатели? Нет. Там привозят, что-то разгружают, таскают. А директор магазина, он с поставщиками и с фермерами напрямую работает. Вы знаете, поэтому там продукты намного дешевле. А я иногда хожу к открытию для того, чтобы свеженькое что-то там купить. Ясно. А не подскажете, далеко этот магазин? Тут вот рядом, вот. Вон, мимо магазина не пройдете. Ну что, Лена? Ну что, ничем особенно порадовать я вас не могу. Я проверила всех Пронинах. Виктора Ивановича всего три человека. Значит, первому 58 лет, но он явно не подходит. Вот есть еще один Пронин, а ему 35. Но этого вы должны знать. Помните, мы в прошлом году его депутатом выбирали? Ну, там все прозрачно. Это точно не он. А третий, старенький дедушка, 95 лет, его похоронили вот недавно. Понятно. У меня тоже ничего хорошего. Ребята в ЗВД подняли всю информацию, но в сводках Виктор Иванович Пронин 26 лет не значится. Помощник решил показать фото Пронина директору магазина. Ну и что вам от Павла надо? От Павла? Ну да. Это же Павел Васильев. Что он натворил? Почему его ищут? Ничего он не натворил. Просто мы разыскиваем этого человека. Он пропал четыре года назад. А на днях сказали, что его видели в вашем городе. Так как вы говорите, его зовут? Паша Васильев. Он наш постоянный поставщик. Молоко, сметану подвозит. На снимке точно он. Только моложе. Так вы его хорошо знаете, значит? Ну да, конечно. Очень аккуратный товарищ. И продукция качественная. Сам привозит или жену присылает. Так у него и жена есть? Таня, фермерша. Сначала мы с ней работали. А потом Паша появился. А когда потом? Можно уточнить? Три года назад. А может и больше. И где же они живут? За городом. Точно адрес не назову. На лесном хуторе. Под Петровкой. Подождите. У вас же с ними должен быть заключен договор. А там есть юридический адрес. Молодой человек, вы что, из налоговой? Нет. Ну тогда я вам объясню. Их юридический адрес один. И на бумаге у меня все написано. Только где они свое молоко дуют, это их дело. И часто этот Павел Васильев к вам приезжает? Два раза в неделю. Завтра как раз должен быть. К открытию. Восемь часов утра. Ясно. Спасибо. Что, Игорь Петрович, по-моему, я молодец. Поговорил я с бабкой-фотографом. И она кое-что мне рассказала. И с директором магазина. Ну что, молодец. Хорошо поработал. Ну, с бабкой-то повезло. Которая рассказала про магазин, куда фермеры с утра приезжают. Ну вот решил пообщаться. Ну да, может он просто похож. А может действительно это Виктор Пронин. Ну, завтра все и узнаем. А почему имя другое? Ну, может у него амнезия после аварии. Забыл он имя. Ну да. Такое бывает. Ладно, завтра все и узнаем. Алло, Николай Алексеевич Лукин беспокоит. Ну что, нашли мы человека, похожего на Виктора Пронина. Нет, пока только похожего. Остальное надо проверять. В таком случае, имя у него другое. Нет, жене пока докладывать рано. Надо все выяснить до конца. Да. Завтра я с ним встречаюсь. А, хотите со мной поехать? Хорошо. Хорошо, я за вами утром заеду в гостиницу. Договорились. А мне сейчас проверить, что есть по нашим базам на Павла Васильева? Проверю, как можно быстрее. Детективы разыскивают Виктора Пронина, пропавшего после крушения вертолета. По фотографии в нем опознают фермера Павла Васильева. Навстречу с ним вместе с Лукиным отправляется Николай Рожков, финдиректор жены Пронина, который и нанял детектива. Следующим утром детектив и Рожков направлялись к продовольственному магазину. Посмотрел я ваши материалы. Сам же Виктор родом из деревни. Это хорошо, что после катастрофы его там тоже искали. Только интересно, где он познакомился со своей женой-то, бизнес-леди? Все очень просто. Он служил в армии, у нас в городе, с офером при штабе, после дембеля остался, устроил с ней на работу персональным водителем. И понеслось. Служебный роман. Понятно. А я так понял, у них в возрасте разница лет 20. Да, ну и что это меняет? Влюбилась женщина. Повысила его. Домичную помощь. Не, ну с ней все понятно. А у него это что, брак по расчету? Не могу сказать. Мы и не были с ним знакомы. Я пришел на фирму уже после катастрофы. Но, по слухам, он был ей предан, не изменял. Они практически не расставались до этой злосчастной командировки. Понятно. Ну что, мы приехали. Где-то здесь сейчас припаркуемся. А вот здесь можно. По-моему, он, а? Похож. Стой! Он же убьет! Стой! Черт, ты кто такой? Скорую вызывайте! Ушел, черт. Как сквозь землю провалялся. Алло. Милиция? Здравствуйте. Здесь для человека нападение совершено было. В магазина, на лесной сель. Нет, преступник скрылся. Похожая черепно-мозговая. Прохожий. Да, конечно, дождусь. Да, скоро вызвали. Только бы Виктор вышел. Катя второго раза. Это не переживет. Скоро и скоро будет. Только вот что Виля мог натворить такое? За что его так? А разве это не Павел Васильев? Нет, ну что вы. Паша еще не приезжал. Это Токарев. Он нам курятину подставляет. Тоже хороший парень. Но он с другой деревней. Они немножко похожи. Ну да. И возраст, и рост совпадают. Мог ошибиться. А вы же сказали, что Васильев к восьми приедет. Да, обычно вовремя. Но едет-то он издалека. Может, дороги что случилось? Ну ладно. Подождем. Заодно встретим и скорую, и милицию. Мы можем понадобиться как свидетеля. Придется дать показания. То есть вы хотите сказать, что мне придется ехать в отделение? Я думаю, да. Вы понимаете, у меня деловая встреча скоро. Уйти хотите? За уже необходимость. С другой стороны, я же обещал Екатерине Юрьевне. Не волнуйтесь. Справимся. Идите. Ну ладно. Алло, Федор. На лесной семь магазин, знаешь? Давай срочно сюда. Дождавшись скорую и милицию, Лукин оставил помощника у магазина, а сам уехал в отделение милиции. Оттуда он приехал в детективное агентство. Я там Федора оставил, пусть ждет. У тебя что? У меня ничего. На Павла Васильева 26 лет. Ничего нет. Такой даже в нашем городе не проживает. А что там про покушение на Токарева? На трубе, которую Токарева ударили по голове, сохранились отпечатки пальцев. И не простые, а золотые. Это что значит? Их сразу проверили по криминальной базе. Они там значатся. Принадлежат Илье Котову, 45 лет. Трежде судимому. Привлекался за нанесение тяжких телесных повреждений. Хорошо, что мы с Рожком его вспугнули. А так бы на отпечатке стербы. И зачем этому Котову покушаться на фермера? Ну не знаю, Токарев себе с ней пришел. Ну разве что. Из-за денег. Знаешь, что интересно? Этот Токарев похож на Васильева. Может, Котов просто ошибся? Ну Васильев-то ему чем мешал? Это я не понимаю. Ну не знаю. Я думаю, надо связаться с женой Пронина. Может, она что-то прояснит. Да, жил себе человек, спокойно жил. Пока мы не начали его искать. Да Рожков этот, Розиня. Если бы не он, я бы точно Котова догнал. Нет, никогда не надо брать клиентов с собой на дело. Федор несколько часов ждал Васильева у магазина. Но он так и не появился. Помочь вам? Тяжелое? Да не, не надо. Сама справлюсь. А что в бидончике-то? Сместанка не будет? Да, сметанку привезла. Молоко он еще есть там. А вас, случайно, не Таня зовут? Меня Таня зовут, а вы кто? А я из детективного агентства. Мне поговорить с вами нужно. А что случилось? Да ничего страшного. Давайте внутрь зайдем, там побеседуем. А то дождик... Нет, я сама, сама. Леночка, такая у нас ситуация. К нам едет ревизор. Пронина влетает. О, боже. Когда? Немедленно. И самое интересное, знаешь что? Оказывается, Рожков ей про наше расследование ничего не рассказывал. Ну, тут два варианта. Либо он очень деликатный мужчина и не хочет ее раньше времени беспокоить. Либо он сам имеет на Пронину виды. Хочет на ней жениться, а что? Женщина перспективная. Звучит правдоподобно. Ладно, Федор звонил? Да, там Васильев не приехал. А приехала его жена, вот они сейчас беседуют. Хорошо. Значит, найди мне все материалы Порошкову и подними следственные материалы на Котова. Если надо, свяжись с РУВД, я позвоню, предупрежу. Тебе помогут. А зачем нам сейчас Рожков? Жен, ты работай, а потом тебе все расскажу. Ой, муж-то мой, Пашка, поехал сына в больницу повез. Гланды вырезать. Ой, отца любит. Никуда я ни в какую не хотела без него ехать. Я что, задержалась-то сегодня? Чтобы не травмировать женщину раньше времени, Федор не сказал Тане, что разыскивает Пронина по просьбе его законной жидкости. А директор магазина, Нарсисян, сказал, что он очень похож на вашего мужа Павла. Вот посмотрите, не узнаете? Ой, Пашка. Наконец-то, Господи, сколько учений-то, сколько незнания. Вы же знаете, мне Бог его послал. Не понял. Я вам расскажу сейчас все. Я четыре года назад его нашла в лесу. Он вообще без сознания был. Что с вами? Мужчина, мужчина, вставайте. Вставай. Пойдем, пойдем, пойдем. Давай, давай. Мужчина, вы чьих будете-то скажите? Кто вы? Павел, Паша, Павел Васильев, Паша, Пашу. Документов не было. Я его в больнице каждый день навещала. Ни родных, ни родственников человека. А когда себя пришел, он стал меня узнавать уже. А вы не подумали, что он мог быть пассажиром того вертолета, который разбился у вас в районе, помните? Я помню, но вы что? Не, не, я его очень далеко от того места нашла. Нет, нет. А, ну и что потом? А потом вся пришла, стала приходить ко мне, помогала потихоньку. Руки-то у Пашки золотые. Но я смотрю, не хочет уходить. Я и говорю, оставайся, живи. Так он так до сих пор ничего не помнит, кроме своего имени? Да и когда полез, утащил, он все, Пашка, Пашка, Пашка Васильев кричал. Может, и имя-то не его. Но я же не знаю как, звать его так и стало. Значит, вы не пытались найти его родных? Да я пыталась, но он не хотел. Говорит, мне все равно, что там было. Мне сейчас хорошо, я сейчас счастлив. У нас же сын родился, Олежка. Повенчались мы. И вы не захотели выпускать свое счастье. Ну, а как же документы? Да раз это проблема, у меня дядька, он двоюродный в праспортном столе. Но вы знаете, человек-то без документов никуда, ни на работу не устроится, ни прописаться дома. Только вы не подумайте, это дядька ни при чем, это я его попросила. Ясно, ясно. А сейчас от родня Пашкина найдется, съедем, познакомимся, подружимся, а потом бумажки оформим. Так может, он и сам вспомнит, когда увидит-то. Ну, давайте так сделаем. Вы сейчас с продуктами тут закончите в магазине, и я вас в больницу отвезу к сыну. Павел, еще там я наедусь. Ой, да конечно там, спасибо вам большое, у меня как раз машина-то не своя. Я сейчас быстренько. Отлично. Отлично. Игорь Петрович, предполагаемый Пронин находится сейчас в Петровке, в больнице у сына. Ага. Хорошо понял. Я туда сейчас выезжаю вместе с его женой. Алло. Да, здравствуйте, Николай Алексеевич. Да, здрасте, здрасте. Нет, вы знаете, мы с Васильевым пока не встречались, но вот Игорь Петрович, он уже выехал к нему, то есть они сейчас встретятся. В больницу, в городскую, в Петровке. Нет, нет, ничего не случилось, все в порядке, у него там просто сын лежит. Не за что. Да, всего доброго. Лукин приехал в больницу на встречу с Павлом Васильевым. Нормально все. Все в порядке. Так, что тебе надо? Эй, мужики, что происходит? Секундочку. Ты кто такой, что тебе надо? А, утром труба не получилось, решил ложечку попробовать, да? Какая труба, какой утром, да я первый раз тебя отвижу. Да хватит отпираться, с трубы уже сняли отпечатки пальцев. Все, Годов, хватит отпираться, что тебе Васильев сделал, а? Вы знаете этого человека? Первый раз вижу. Интересно, это опасный преступник, вот сегодня уже второй раз пытается тебя убить. Интересно, из-за чего бы, а? У меня нет врагов. Ага, вы уже познакомились, смотрю, да? Я попросил Таню в машине пока подождать. Хорошо. Отвезет этого в милицию, Таня пусть идет к мальчику. А нам с вами надо поговорить. Стой. Да, Лена. Игорь Петрович, я тут такое откопала. В общем, слушайте. Котов, он, оказывается, детдомовский, но мать его известна. Она оказалась от него еще в роддоме. Ну, была молоденькой девочкой, лет 15. Вот, зовут ее Варвара Котова. Ну, говори быстро. А, так вот, через несколько лет она вышла замуж второй раз и родила уже законного сына. И знаете, как зовут ее второго мужа? Неужели Рожков? Да. Мальчика назвали Николаем. То есть, получается, что наш клиент – это сводный брат уголовника Котова. Сейчас. Котов пытался убить Пронина Васильева. Да, в больнице в Петровке. Интересно, откуда он знал, что мы здесь? Ну, я говорила это только нашему клиенту. А он звонил сразу после вашего ухода. О, черт. Ну, я же тогда ничего не знала об этом. Сводки из РУВД вот только что пришли. Ну, ладно, проехали. Отправляйся в гостиницу Центральная. Встреть жену Пронина. Давай. Ну, что, Пронин Виктор Иванович, поговорим? Детективы разыскивают Виктора Пронина, пропавшего после крушения вертолета. Его жена Екатерина не верит в гибель мужа. Становится известно, что Виктор живет под именем Павла Васильева и не собирается возвращаться к жене. Ситуация осложняется тем, что за один день Виктора дважды пытаются убить. Екатерина Юрьевна, здравствуйте. Я из детективного агентства. Как долетели? Нормально. Где Витя? Витя, он в соседнем поселке, он уже скоро будет. Четыре года ждала, больше не могу, сил нет. Знать бы точно, что это он. Да, я вас понимаю. Правда, говорят, чужая душа потемки. Это про Рожкова? Да, про вашего клиента. Я думала, он хотел жениться на богатой тетке ради денег. А ищет моего мужа. Неужели, правда, любит? Ну, и как вы меня нашли? Значит, не было никакой амнезии после катастрофы? Все вы помните. Постарайтесь меня понять. Катастрофа – это предлог, чтобы исчезнуть из города. Вы этим воспользовались. А почему? Вы что, что-то натворили, а? Преступление совершили? Нет. А может и да. Не захотели возвращаться к жене, которая на 20 лет вас старше? Просто я был зелен, как огурец. И подумал, что я влюбился. А на самом деле я влюбился не просто в нее, а влюбился в нее вместе с ее жизнью, с ее средой. Да и если хотите, просто-напросто с ее деньгами. Вот так я никогда в жизни такого не видел. Никогда. Ну а потом-то что стало? Надоело быть альфонсом? Про альфонсову зря. Да, она тянула меня, но и я тоже старался. Я поступил в институт. Потом даже партнеры ее стали меня хвалить. Все было отлично. Все было как будто бы отлично. А на самом деле? А на самом деле с каждым днем становилось все более и более тошно. И тошно становилось мне от того, что я понимал прекрасно уже, что это все не мое, что мне здесь не место, что я должен быть в другом месте, что это не моя жизнь. Назад потянуло, в деревню. Да. Да, потянуло назад, в деревню, к коровам. В понедельник прием у мэра. Мы должны обязательно быть. Ты понимаешь? Мэр сам узнавал. Приду я. Послушай, Катюш, можно в этот раз без меня? Почему? Ну у меня ровно в этот день получается. Три года у матери, как она умерла. Ну, я хотел сесть домой, в Петровское. Я с тобой. Ты что смеешься, что у тебя же дела. Важная персона. А Петровское, это настоящее, знаешь, такое село. Ты даже такую погоду только на тракторе и доедешь. Мы на тракторе. Догореться огнем. Идетная катастрофа. Как удачно, а? Да. Это было очень удачно. Но глаза открыл, посмотрел вокруг и понял, что вот. Вот я дома. Не надо больше вообще никуда ехать. И даже дело не в том, что она меня спасла там или еще что-то такое. Нет. Просто там мое все. Родное. Настоящее. Как будто домой к тебе вернулся. Пашенька, ну что ж ты вышел-то, господи. Голова-то еще, небось, болит. Не бережешь. Танюш, ну я же не маленький, ну что ты, здоровый мужик уже, а ты со мной до сих пор как с ребенком. Ну еще скажи, что тебе не нравится. Пойдем со мной в дом, я тебе там супчик приготовила, пока не остыла. Нюшка ночью делиться будет. Да уж, пора, внюшки наши. Ты не переживай, Паш, я из коровника ночью диногой. Я сам. Ты хоть поспишь нормально, а то чего доброго еще сама заболеешь. Да. Я не терял памяти. Просто не хотел говорить Тане о прошлом. Когда все-то случилось, я подумал. Катя сильная. Катя переживет. И она действительно сильная. А мое место здесь. А почему вы назвались Павловым Васильевым? У меня друг в армии был. Вертолет у вас били. В горячей точке. Ну, когда падать мы стали, я вспомнил о нем. И, видимо, повторял в бреду потом его имя. Николай? Ты где? Не ври, я все знаю. Да, уж переговоры давным-давно закончились. Немедленно приезжай в гостиницу Центральную. Я тебя жду. Это Рожков? Да. В четыре часа будет здесь, внизу. Просил вашему шефу ничего не говорить. Я же ничего не понимаю. Где же Виктор? Будет гораздо лучше, чтобы Катя считала меня пропавшим без вести. А еще лучше погибшим. Поверьте мне, я не хочу причинять Кате боль. Да она четыре года тебя ждала. Искала тебя. И теперь нашла. Как думаешь, ей не будет больно? Да, Лена. Игорь Петрович, Рожков нашелся. Сегодня в четыре часа будет встречаться с Прониной в холле гостиницы. Он просил вам об этом ничего не говорить. Хорошо, жди, мы скоро будем. Вам придется проехать со мной. Нет, я не поеду. Я не могу своим поехать. Вы же не понимаете, что... Меня Таня ждет. А как сейчас? Меня сын ждет, Олежка. Хватит. В конце концов, с сыном и Таня побудет. А вы будьте мужчиной, в конце концов. Вам необходимо объясниться с женой. Николай, вот и мы. Здравствуйте. Что, это и есть наш герой? Так точно. А это еще кто? А разрешите представить, Рожков Николай Алексеевич, финансовый директор фирмы вашей жены, претендент на руку и капитал вашей жены, а также сводный брат Котова, который сегодня пытался два раза вас убить. Что за бред вы несете? У меня вообще нет ни братьев, ни сестер. Официально, да. Но ведь бывают сводные родственники. Это же вы сказали Котову, где искать Виктора. Вы сегодня звонили моей помощнице. Да вам лечиться надо. Я просто поинтересовался. Где вы, как идет расследование? Котов уже арестован. И дает показания. Я думаю, вряд ли он будет брать на себя покушение на убийство человека. Вы ничего не докажете? А если этот рецидивист с вашей подачи начнет меня оговаривать? Я подам иск за клевету. Ваше право. Но я советую вам найти хорошего адвоката. Да вы с ума сошли. Кто тут клиент, а кто исполнитель? Ну, если я правильно понимаю, клиент у меня Екатерина Юрьевна. Она будет оплачивать проделанную работу. А вас мой помощник отведет в милицию. Вас там уже дожидаются. Если вы нашли пропавшего мужа, получите по счету и проваливайте. Ваша миссия окончена. Сейчас, кстати, Екатерина Юрьевна должна спуститься. Сюда? Да, я думаю, лучше вам к ней подняться. 415 номер. По левой стороне. Да, конечно. Игорь Петрович, Бронин так и не появился. Да, я так и думал. Может быть, он перепутал этаж или номер комнаты? Да, ничего он не перепутал. Тогда я его найду. Не надо. Почему? А, вы хотите, чтобы он сам принял решение? Но вы ее не видели, она вся на нервах там. Я с ней поговорю. Понимаете, он выжил в той катастрофе. Они поженились. У них сын растет. А сколько лет? Три года. Не надо было мне ввязываться в это дело. Ну что, Коля хороший человек. Я буду за него замуж. А что он вам предлагал? Много раз он предлагал. Но я все думала о Вите и я не могла. Вот поэтому он решил мне помочь. Подлес он первостатейный, ваш Рожков. За сегодняшний день он уже дважды пытался убить Пронина. Что? Ну что, с его стороны верный расчет. Он уже точно и навсегда избавляется от Пронина, как и потенциального соперника. Приезжает к вам со скорбной вестью. Ну и получает то, чего добивался. Котов и Рожков осуждены на длительные сроки за покушение на убийство группы лиц по предварительному сговору. Продолжение следует... Продолжение следует...